Суеты, конечно, много, вот, когда расширенный состав семьи, мы сегодня говорили о близнецах, друзья, о двойняшках, тройняшках, но говорить это одно, а мы приветствуем в студии наших первых гостей. А у нас в гостях Денис Шакиров, Вадим Шакиров и Нина Шакирова. Нина замужем за... Где Денис? Денис, Денис, Денис... Уверены? Уверены? Да, да, да. Денис младший близнец, разница 5 минут у братьев, то есть старший и младший. Вот эта, кстати, разница в 5 минут, она как-то вот ощутима на понимании, что ты старший, соответственно, я не знаю, как у вас здесь и происходило, диктуешь условия игры. Конечно, потому что всегда, если есть какие-то, ну, поделить что-то, да, старшему всегда первый. Я знаю, о чем обычно вас спрашивают. Вот буквально, ну, во-первых, это история, когда близнецы, посвящено много фильмов там, прям, значит, вот близнецы, и там какие-то... Вчера буквально какой-то сериал начался, там, новое дело майора Черкасова, и там преступники-близнецы. Это не имеет вам отношения? Так, так. Я про то, что, вот знаете, в школе там один за другого что-то отвечает, учителя путают. Вот какие-то такие истории были? Ну, конечно, были. Я даже был случай, я за него в ЗАГС ходил поддавать заявление, и никто даже не понял. Красно. Красно. Вот эта история должна остаться секретной информацией. Любой мужик, мечтая, что бы не был кто-то, кто бы сходил за него в ЗАГС. Ладно, давайте продолжим. Да, я хочу спросить Нину. Нин, как такая история получилась? Как вы познакомились? Может быть, вот с этим связаны какие-то истории? Они вас, вот эти шутки с вами не проводили? Сначала один пришел на свидание, потом второй. Вот эта история. Нет, таких шуток не было. Я сразу познакомилась, когда их было двое. Ну, так получилось. Живется мне хорошо, удобно. Один помогает с ребенком, второй по дому, либо оба помогают по дому, я занимаюсь с ребенком. Когда нашей дочери был один год, и Маюшин папа не мог прийти на фотосессию, я ходила с Вадимом для архива. Нормально, нормально. Интересная история. Я думаю, что для них эти какие-то вещи, естественно, не замечают, а вам со стороны виднее. Вот говорят про то, что у близнецов есть там связь, что один без другого физически ему как-то нехорошо. Да, или переживают какие-то события, знают заранее уже вот что-то. Какие-то вот такие были? Ну, вообще они рассказывали, что да, действительно есть связь, если один переживает на далеком расстоянии друг от друга, то второй это чувствует. При мне таких ситуаций еще не было, потому что мы практически всегда вместе. Вот, и я таких еще моментов не знаю. Ну, у вас такие истории были, что сразу, допустим, звонок, а что-то случилось? Да, 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 вот только что. Ну, можно сказать, на ментальном уровне ты это все ощущаешь. Объяснить сложно, но понимаешь и знаешь наверняка. И уже ищешь этому подтверждение. А дочь, как ваша отреагировала вообще, что она не путала в начале? Нет, она вообще не путала, она сама, ну, чтобы вы понимали, самое первое слово это было дядя. Она смотрела на дядю и бежала к нему и говорила дядя, дядя. И в социальных сетях это так, все умилялись этому, что не папа, не мама, а именно дядя. То есть у нее дядя это такое... Первое слово было. Первое слово. И она их отличает. Точно так же, как и отличает бабушек. Они говорят, что свою бабушку она всегда обнимает крепче, всегда бежит к своей бабушке, хотя они абсолютно одинаковые. Архивно у нас немножко вот просто посмотрели видео из ваших семейных альбомов. Ну, во-первых, Новый год скоро, во-вторых, вижу, насколько вот такие... А вот, смотрите. Да, мы видим и наблюдаем, что мамы у вас тоже близняшки. И говорят даже, да, что они гораздо похожи, а вообще не отличить. Да, это действительно так. Я смотрю, вот такая спортивная семья. Слушайте, ну мы, конечно, вами любуемся бесконечно, потому что это история, когда у ребенка две одинаковых бабушки. Значит, папа, дядя, да, очень похожи. Интересно. Слушайте, все-таки, ну... Удобно на родительские собрания ходить потом будет. Так, если так, можно. Скажите, все-таки, ну вот есть в семьях нормальных отношениях брат и брат, а вот братья-близнецы, все-таки вот эти братские отношения какие-то другие? Ближе. Более тесные? Ближе. Ну, насколько вы вообще хоть... Насколько, да. Бывает ли, что вы не видите друг друга? Бывают, да. Да, да. Ну, то есть, можно сказать, практически полная взаимозаменяемость, да, без определенных тонкостей. Это мы уже поняли. Да. Да. То есть, у вас высокий уровень доверия между собой. Максимальный. Если вы... Ну, были наверняка такие моменты, какие-то конфликты, недопонимания, может быть. Ну, у любых людей это есть. Да. Каким образом? Сразу примирение? Просто я отвечу. Да. Они ссорятся постоянно. То есть, они могут подойти друг к другу, чем-нибудь ударить, поругаться. Ну, то есть, они тут же поругались, тут же чай будешь? Все. Там нету никаких ссор. Они вот тут же разругались в пух и прах, тут же пошли кушать, чай пить, готовить. В глубину не уходят. Абсолютно. То есть, это... Это важно. Ну, и вот эти тесные взаимоотношения, насколько они важны, вот помогают в какой-то жизни. Я не знаю, может, у вас там совместный бизнес или еще что-то. Но те вещи, где уровень доверия должен быть, ну, максимальный. Да, можно сказать, что командная работа, у каждого своя роль, свои сильные стороны. Мы их уже выяснили, мы их знаем, и уже нету сопротивления. Максимально эффективное использование ресурсов. То есть, вы такая притертая машина, абсолютно, которая работает идеально. Да, а как на вас реагируют люди, если вы гуляете вместе со своей мамой? Вы представляете, вот... Была какая-то такая история, когда вы гуляете вместе со своей мамой и, получается, с тетей вместе. Детки маленькие, такого возраста до 10-12 лет, они, конечно, эмоции не стесняются, они пальцем «мама, смотри», прям встанут, могут попросить сфотографироваться. Ну, такая достаточно нестандартная ситуация. Слушай, мы с вами сейчас тоже сфотографируемся, как мы это делаем в финале каждой беседы. Большое спасибо, что пришли. Вот украсили, разнообразили сегодняшний эфир. Еще раз напомню, Денис Вадим Шакирова и Нина Шакирова. Ну и вот эта большая, интересная семейная история. Сейчас блок полезной информации, друзья. Всем доброе утро. Денис Вадим Шакирова